Алёха Казак! 20 июня 41-го мать отправила троих детей к бабушке в Одессу. В 5 утра 22 июня сошли с поезда на станции Абамеликова и увидели над собой сотню, сотню самолетов, которые летели бомбить Одессу. Так для нас началась война. После Великой Отечественной Василий Лановой начал заниматься в театральном кружке. Потом «Щукинское училище» и первая главная роль Павка Корчагин в картине Алова и Наумова по мотивам романа Островского «Как закалялась сталь». Анатолий Курагин-Вронский у Василия Ланового около сотни ролей в кино и почти столько же в театре Вахтангова, где он работает с 1957 года. В самых эффектных сценах на экране с погонями и стрельбой не дублеры, сам Лановой. Умением отлично держаться в седле он обязан старой лошади, которую ему в юности подарил дед. Когда потребовалась езда на лошадях настоящая, в Анне Каренине, в офицерах, в Павке Корчагине, я все делал сам. Вот эта кобыла меня всему научила, даже подсечка я делал сам. И это как-то у меня осталось на всю жизнь. Спасибо за верность потомке. На моноконцерте в Самаре в День памяти парада 1941 года Василий Лановой читал стихи «Пел о войне». Песню из легендарных офицеров, исполненную вместе с курсантами кадетского корпуса МВД, зал слушал стоя. Этот взгляд словно в высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Алина Чемерис, Константин Головин, События.